5 марта на базе Каспийской гимназии номер 11 состоялось открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса юных щецов «Живая классика-2024». Как отметили ведущие, это не только конкурс, а целая насыщенная жизнь для детей, любящих книги. У ребят расширяются интересы и есть возможность общаться с детьми из разных стран. Началось мероприятие с приветственной речи заместителя начальника управления образования Каспийска Радмилы Гаджиевой. Мы по традиции ежегодно проводим муниципальный этап конкурса «Живая классика». Как уже сейчас сказали, конкурс носит формат международного конкурса. Это мощный, масштабный проект, в котором участвуют молодые чтецы не только нашей необъятной страны, но и из порядка 80 стран. Именно благодаря вам, дорогие наши юные чтецы, мы приобщаемся к классике. Отметим, что конкурс состоит из нескольких этапов. Первый – классный. При нем конкурсанту допускается выразительное чтение выбранного текста по книге или иному источнику. Второй – школьный. Здесь ученик уже должен рассказать произведение по памяти. Участник имеет право выступать в классном, школьном, муниципальном и региональном этапах, как с одним и тем же произведением, так и с разными. Исключением являются выступления в финале и суперфинале, где участник не имеет права менять произведение перед выступлением. Оценили творческие способности учеников профессиональное жюри в лице заведующей детским садом номер 23 Пайзанат Обочараевой, руководителя школьного театра Квин Валерия Капранова, педагога дополнительного образования детской школы эстрадной песни Патимат Керимовой и заведующий отделом МБУ «Централизованная библиотечная система» имени Фазу Алиевой Зухры Абдулаевой. Вы ходите на сцену, как будто тысячу лет назад уже выходили. Понимаете, да? Хоть вам по 13 лет, допустим. Это просто какое-то очередное ваше выступление. И еще. Четко произносите все, что будете говорить. Артикуляция, чтобы работала, дыхание работало. Не торопитесь, не волнуйтесь, не спешите. Проза спешки не любит. Если она по замыслу, это другой вопрос. Но темпы и литвы сохранять. Всего в конкурсе приняли участие 42 школьника с 5 по 11 классы. По итогам конкурса будут избраны три финалиста, которые отправятся на региональный этап.